А сегодня прах героя захоронен на мемориальном кладбище с воинскими почестями. Александр Пархунов, Алексей Смирнов, Иван Патлусов, Вести, Томск. И к другим темам. Инвесторы из Китая в ближайшие годы намерены вложить не менее 20 миллионов долларов в производство компании «Сибирь-Лес», которая работает в Зырянском районе Томской области. Благодаря этому количество выпускаемой продукции на российско-китайском предприятии увеличится в два раза. Данные прозвучали сегодня в рамках встречи областных властей с делегацией из провинции Шаньдун. Иностранные гости обсудили с заместителем губернатора Андреем Кнором перспективы дальнейшего сотрудничества в агропромышленной сфере. Так, партнеры из Поднебесной заинтересованы в поставках березы. Также томская сторона предложила использовать опыт КНР для озеленения городов. Для этого в Томск намерены пригласить китайских специалистов с целью обучения дизайнеров ландшафта. Кроме того, представителям делегации дали продегустировать местную молочную продукцию. Ее, возможно, тоже будут поставлять в Китай, но не в ближайшем будущем. Это вопрос подхода к единым ветеринарным стандартам и нормативам, которые, наверное, проводятся на уровне государственного правительства. Они к этому, еще раз повторяю, относятся очень осторожно. Любой занос инфекции на их территорию, это для них очень трагедия. И нам надо ветеринарные стандарты и дисциплины, которые есть у нас, надо ее доказывать и сертифицировать наши предприятия, чем мы сегодня и занимаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...